всем привет сегодня у нас 2 августа тема в принципе я в группе написал тема у нас сегодняшнего небольшого вебинара это ну по большому счету да если мы будем работать именно по приват лейблу как избежать банов я думаю первый этап как соответственно бороться с той ситуации который мы попали и как выходить из этой ситуации ребят приступайте тогда рассказывайте но потом будем задавать вопросы у меня юрий и александр алекс саш начнешь тогда может да начните я с тебя уже дополню но в принципе в двух словах как бы мы не так давно так давно относительно уже давно с проблемой банок на своих аккаунтах и так постепенно там обращались люди и помогали с разными безнадежными в том числе случаем и вот решили можем попробовать чуть-чуть людям тоже помочь желающим если момент мы работаем по привату с другом не работал что в основном дроп это достаточно тяжелый случай 9 дисков как вот и не созвучно либо бренды отсутствие войсов то есть если но если там бывают поставщиков от нормально это как бы еще можно решить бывают случаи когда люди сами отправляют мой слева рисуют и как бы амазон разбанивать да на день на 2 недели потом постфатку то есть как я понимаю вы занимаетесь теми вопросами которые как раз подразумевает честный бизнес на амазоне более-менее правильно нормальный а когда человек идет заведомый контрафакт заведомое нарушение правил вот вы как бы сими вопросами не занимаетесь правильно так сказать мы смотрим случаи да но практически если если это контрафакт если там тоже не иску известность уже контрафакт да такие случаи практически нерешаем обычно таких моментах люди сами что-то пишут сами что-то отправляют в том числе бизнесу тем самым отрубая себе все концы как бы тоже практически не решаем подробно там бывает на случай например он пенсово рейд какие что-то мать такие вопросы можно решить в принципе но если это опять же какой-то брендирован продукт люди уже какие-то собственные усилия приняли практически уже невозможно единственный вариант если люди действительно могут добыть нормальный вось который можно проверить то есть мы и носим сами не рисуем и никому не рекомендуем это делать потому заведомо пути никуда проверка инвойсе что ты подразумеваешь номер и юридическое лицо на которой оформлено но обычно это фирма то есть юридическое лицо да то есть и контакты первую очередь потому что amazon проверяет и носит сейчас причем проверяют ну нашей памяти саша не даст на 40 он каждый очень легко это делается то есть три проверки это проверка email и просто убивает то есть когда общался с амазоном по телефону . проболтались то что они проверяют очень просто никто никуда не звонит просто сбивает даже если вы убиваете сайт своего сопо это обычно наступает либо по мне это проверяет этого инвойсе и там какой-то стоит китайские имя непонятные с непонятным номером возьмите себя на место того проверяющих будет сами открунули это в 8 или нет естественно вы бы сказали что 1 8 у нас есть форма составляющей 8 то есть как он должен выглядеть какая информация должна включать чтобы как бы с первого раза получить потому что это очень важно нынче когда посылаешь первое письмо то есть 8 и там обычно не требует план действий и даже на этот план действия соответствует тому что это требует амазон если он не соответствует этого получать отказ получаете первый отказ получаете второй отказ третий может уже по моему что отвечать и будете будете звонить писать это все бесполезно все это нужно делать первого раза поэтому когда клиенты приходят к нам и говорят вот я пробовал отправлять там например но очень часто сейчас вот нынче сейчас популярная стала проблема и на authentic продукт продукт который не является у вас фотографии не соответствует продукта и это самый обычный банк его легко решать но давать отправили письмо его шло письмо то что вы манипулируете 8 но это очень трудно будет разбанить что надо будет писать очень много писем нужно будет звонить то есть в общем как бы я не знаю нужно попадать очень сильно чтобы разбанить поэтому как бы зачастую приходят по двум типам это мы делаем сами ошибки в плане какие от этот мы накручиваем себя отзывы мы рисуем себе инвойсе очень популярная тема пошла это были клиенты присылают товар с китая в америку загоняет на проект центр переклеиваю то что это сделано в америке я вот этого не понимаю и когда никогда не буду понимать некоторые люди умные но амазон умнее естественно запрашивает вас инвойс вы ее нарисуете они его примут но потом буквально через две недели в бане он будет сказываться что манипулируете 8 то есть это не шутки это то есть это не стоит того потому что у вас например если один товар на аккаунте тогда можно так рисковать а если у вас помимо этого товара еще 10 то вы задумаетесь то что у вас хорошо у меня как раз такой вопрос есть а если мы пишем не мэды а например квэлити или мы пишем также как пишет например допустим он айфон как он пишет то что сделан там где-то точнее он был разработан да да design division by california это можно писать это это не будет никого это тут можно сказать это игра слова она проходит и она принимается понятно когда написано и причем на всему листинге я более чем уверен написано оставляю вам товар каким образом зона объясните то что вот китай вот а второй случай это обычно бывает зачастую это конкуренты вот это ребята которым основном конкретные ниши даже по себе сужу у меня я в электронике каждую неделю что-то прилетает то что у меня возвращает товары и с подписью товар не соответствует описанию потом меня амазон зато естественно банят и приходится писать письмо всякие вот это не и на аутентик продать то что не подвижит товару это вот это сейчас последнее время это как я бы сказал хитом стало люди выкупают ваш товар фотографируют с абсолютно другой товар присылает амазону вот я купил этого продавца такой товар а пришло вот это что это такое и и они пишут конкретную жалобу и потом вы залетаете быстро банк и потом люди добавлю хорошо если это банк листинга хотя обычно бывает так что это тоже но просто и люди как бы боясь того что продажи остановились его остановилась делать первую ошибку они начинают спешат делать опил не надо спешить делать опил потому что села performance им без разницы отведите вы через день или через 20 им важно то что вы ответите составляющую письма и чем вы получаете первый отказ я то уже не хорошо что 2 2 опил уже будет менее успешно чуть поэтому очень важно не спешите подумать тем что вы отправляете что вы пишете оля письма я прошу извинения больше никогда не буду этого делать не работает работает конкретная информация обычно пишешь все конкретные цифры там я нанял независимых инспекторов чтобы они проверяли мой товар также мой там поставщик присылает мне карты фотографии сборки товара точнее это товар сам товар который кладется заворачиваться в коробку и в основную коробку и все эти фотографии у меня есть то есть это не тяжело попросить чтобы себя защитить будущем я делаю так вот я просто пишу то есть своему поставщику игру вот мне нужны фотографии а если улыбать игры зачем тебе это нужно ты никогда не собираешься а вот для этого нужно чтобы когда вы прилетел банк все эти документы фотографии все это очень важно потом когда вы пишете опил представляете все эти фотографии все эти документы все амазон к вам относится благословно и видишь что вы как бы стараетесь и вы работаете над тем чтобы предоставлять качество товара и работе над тем чтобы менее делать какие-то ошибки поэтому как бы в основном это не проблема в том что клиента спрашиваешь до инвойс и ни у кого нет я просто не понимаю как по этого то есть они купили его где-то начали его продавать тот начали продавать пришло но все даже на там установились то есть деньги замораживаются деньги которые вложили товар тоже заморозились и и 8 нигде не достанешь ну можно там я не знаю я как бы не знаю этих людей я там очень часто читаю и когда часто это получает я не знаю кто такой данишенко я не знаю кто такой ибрагим еще ничего не буду говорить о этих людях но всегда когда я приду эти клиенты приходят ко мне они рисуют какие-то инвойсы они что-то делают и потом клиент приходит ко мне я пытаюсь ему помочь там пишу письма всякие звоню пытаюсь выяснить это все занимает время зона мне занимает до 40 минут потому что откроет кейс пока посмотрит какая когда изучишь что за проблема и бывает такое что в конце концов не пускать мы не знаем чем проблема это не надо партнер это салфон это то есть все эти подлинные документы все те пилы которые с первого раза делается неправильно выходит потому что больно и пока вплоть до того что приходится вывозить товар чтобы обычно мы когда уже ничего не получается мы просто вывозим товар с инвентори пишем amazon то что все мы больше не будем продавать этот товар мы не хотим этим заниматься мы его удаляем с нашего инвентория нет поверните нам аккаунт поэтому я всех убедительно прошу то что перед тем как делать какое-то действие подумайте дважды а стоит ли она того и лучше почитать или узнать сделать и будет проще переделывать что-то добавлю саш немножко то есть ну как бы еще раз что понимали да люди то есть там 200 300 долларов заплатить за апелляцию которая не подействует потом еще заплатить это тоже не работает у нас были люди которые там поскольку саш там долларов 750 только за апелляцию 950 долларов за все письма и все апелляции которые в принципе никак не да не возымели эффекта никакого по факту то есть нам пришлось звонить писать и там с третьего четвертого раза нам только удалось разбанить человек но при этом он потерял два с половиной месяца или два очень много и денег в том числе еще бывают случаи у нас был в нашей практике пока на один такой когда люди повреждают руку там еще товара продаете то есть в таком случае обычно блочится склад вывозы то есть это в принципе этом этот блок можно снять не в то второй блок то есть блочится сам листинг этого то есть сам листинг нам тоже удалось разбанить тоже с первого раза также человек в бане провел достаточно много времени с этим товаром уже всякую надежду потерял потерявшим ну опять же не говорю что мы супер какие-то профессионал но об этом смысла говорить нет потому что супер не супер профессионалы условий понимаешь за это надо от этого токио мы стараемся как бы качество делать то что мы сделаем вы не являетесь юристами так первое правильно никакого отношения юридическим не мы обычно продавцы продавцы на амазоне которые прошарились в плане направлений это именно решение проблемы с с различными вот этими письмами там различные блокировками на различные вот этими вещами правильно ну да да вот хотелось бы до перечисления вот я слышал несколько уже перечисления основных моментов которые вы помогаете закрыть например человек у него есть проблема чтобы например вы что точно не беретесь ну перед этом девяносто десяти процентов случаев это что вы беретесь и достаточно с высокой вероятностью вы эту проблему можете решить понятно что лучше чтобы человек ничего не делал а пришел просто сразу и попробовал ну значит тогда повторюсь то есть мы берем деньги только по факту это по деньгам потом до поделают условий как раз именно но суть 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 чем то есть кейсы это какие кейсы это которые не берем это в основном дробь да то есть черный дробь назовем его так дробь который нет инвойсов бренды не 9 диски в том числе дробь практически да это мир мертвые практически случай которые мне не знаю сейчас есть один там с фильтрами мирку не знаю получится у нас или нет то есть мы пытаемся но это тоже практически как бы мертвый случай то есть шансов очень мало для супер ниши это рефрейджер этот фильтр да и 9 диски было понятно то есть не надо посмотреть кучу курсов да то есть и вперед там погнали если нет войсов нет возможности поперли покупку то есть чек чек никомая покупка на только invoice и от авторизована какой-нибудь печати должен быть за необязательно главное что поставщик был авторизован скажем так на продажу тех товаров хорошо при новой синвойс написанной войс написан на фирму там супер пупер а я то есть супер пупер покупает у наика например а я дядя вася то есть мне надо инвойс чтобы не супер пупер написал на меня это снимаешь а ну то есть найк продает там какого-то дистрибьютору реселлера реселлер продает вам и вот этот мне нужен на invoice который от реселлера именно который когда на меня именно там допустим майк сам на сайте майка есть то есть это вполне реально еще мне должно быть правило что она позволяет реселлерам дальше продавать для дальнейшей продажи правильно потом второй второй случай который нет смысла в принципе даже что-то пытаться делать когда поддельные войс отправляются если поддельные вось отправляется шансов потом разбанится то есть разбанят да то есть неделю-две поработаешь окей а дальше потом банку есть шансов дальше просто минимальное количество третий случай если там уже сами написали кучу апелляций и отправили там вверх там лигал департмент и там безус и везде получили отказ тоже шансов те случаи которые берем это в принципе это и на аутентики и приват то есть кто работает по системе приват которые не накосячили то есть манипуляция отзывами манипуляция так ну то есть и на аутентики нечестная конкуренция нечестная конкуренция да то есть патенты если патент не стопроцентное совпадение с тем что вы выводите есть отличие правильно сажду все это это тут тоже можно решить схема работы у нас как бы мы делаем письмо письма и звонить поддержку разговариваем с поддержкой все это занимает достаточно много времени затратный процесс то есть ну как бы никакого поток нет единичный случай то есть есть там несколько клиентов мы с ними работаем решили пошли дальше мы не решили соответственно тоже так интересные пока бы интересно то есть какие такие вещи например которые вы ошибки уже поняли что так например сами вам не надо делать если есть что рассказать ну кейсы принципе рассказали я думаю больше что особо такого нечего будет желание самое главное это не спамить потому что в итоге как оказалось что чем больше ты ссылаешь тем больше они смотрят они то есть как бы нужно иметь терпение отправить письмо и то есть они всегда пишут что занимает до 7 дней это конечно убийственно я сам продаю потому что каждый день копеечка падает тут 7 дней копеечка не падает конечно заставляет нервничать но опять же таки терпение заставляет терпение дает больше плодов чем нетерпеть также терпение например с клиентами работа да . как бы одному рассказом я как бы спрашиваю что у него за проблема что случилось потому что мне например было бы легче если бы я зашел его аккаунт и посмотрел что ему пришло потому что много людей даже не понимают что им прилетает за что как бы я посмотрел что за письмо и точно присчитал что конкретно селла платформа с почты а вот люди всегда нетерпеливые начинают вот ты задаешь много очень вопросов ты походу ничего не понимаешь ну я понимаю как бы то что я там много задаю вопроса но как бы что я могу сделать когда ну короче понятно по поводу вопросов это как-то непонятно мне лично я считаю вообще вот я услугами достаточно долго торгую работу сами мы некоторые услуги делаем очень многие услуги мы соответственно чита продаем я считаю это нормально рассказывать о качестве как надо проверять но доступ к аккаунту я не знаю процента восьмидесяти я даже об этом просто не рассуждаю просто говорю так чтобы работать нам начать нам надо начинаем с доступа аккаунт все вот я не люблю вот эти вот умозаключения и действительно время тратить на разговоры и на все это вот потому что там и так все понятно и видно будет уже по любым вопросам разбан это или пи пи си не работает зачем мне рассказывать как пи пи си не работает какой смысл вот то есть это бессмысленно и рассказы рассказывать вот и то что много задаешь вопросов мало только я задаю вопросов столько сколько мне надо и как мне удобней не столько сколько вы считаете там тогда я чуть хотел подытожить ребята мне разбанили листинг листинг нечестная конкуренция потом значит короче он достаточно давно висел мы ничего по нему не делали но писали там какие-то там я не знаю может письма но ничего мы по нему не делали сейчас у меня на другом аккаунте абсолютно такие же жалобы не знаю кто у меня там не злюбил там что делаю сейчас как бы опять этим же занимаемся абсолютно другие товары абсолютно такая же жалоба то есть это все то же самое помимо того что я так понимаю authentic выкупают еще и показывает тот товар которым торговать нельзя правильно не просто какой-то там товар а специально где-то наверное прошел какой-то китайский вебинар там я не знаю там украинский или еще какой-то как надо банить людей вот мне так кажется потому что я вчера разговаривал с человеком он говорит я сталкивался этим меня у самого и у знакомых такая штука была то есть это не один такой красивый просто есть такая мода как в адалте в некоторых категориях кидать также в некоторых категориях именно вот этим заниматься вот так что работы хотел сказать про ребят потому что со многими я общался и работал юристами или около того везде есть свой нюанс везде есть какие-то подводные камни здесь подводных камней нет стоимость они как бы огласят самый весь смысл этой темы то что ребята на данный момент на данный момент потому что еще все равно это не такой как это сказать ну не в большом потоке все это делается они делают денежку берут сто процентов после сто процентов упал и точнее денежку беру я как гарант чтобы у них никаких вопросов они соответственно делают ее эту денежку получает в конечном итоге тогда когда они действительно разбанивают аккаунт вот такого предложения я ни разу ни от кого не слышал не от этого индуса который там по пятак убрал с меня пытался 20 взять или что-то такое у нас там на 28 забанено денег а он 20 хотел с нас взять вот ну и так далее так далее другие ребята тоже самое то есть там все берут всегда там определенную таксу на данный момент пока таксу не берут естественно ребята проверяют и смотрят чтобы не тратить свое время они проверяют все это вот при таких условиях естественно это будет стоить дороже однозначно чем например там просто написание инвойса без каких-либо гарантий так что это такой продукт инструмент который кому-то подает кому-то нет я знаю просто людей реально которые готовы гораздо больше заплатить но за сто процентное решение проблемы ну вот принципе и все немножко по индусу поэтому у нас было даже один или два человека которым индус разбанил потом их тоже также банили как банили они деньги успели выдернуть почему почему одного одного разбанили почему ты забыл этот который я забыл как зовут мы у него по трем инвойсом было и на аутентик а там там поле ну я просто не могу до сих пор понять или там было везение то ли то ли мы попали в точку поэтому мы короче разбанили ну и браги мы там к нему в основном обращались мертвые аккаунты то есть естественно там более менее живые наверное с ними можно работать а там какие-нибудь 9 диски там и так далее там наверно сложнее но об этом смысла нет даже говорит там все работают по-разному и перечислять все кто этим специализируется смысла нет я работал как минимум на память у меня двое не должен не долгое время по каким-то причинам они открылили они там юристы полу юристы и так далее то есть у них есть основная работа которая им приносит видимо больше здесь так как мы занимаемся amazon для меня лично нужно чтобы мне кто-то спину прикрыл у ребят есть опыт практический которым они занимаются своими лисингами соответственно лишний доход не помешает и вероятность того что они останутся дольше на этом рынке для меня лично мне кажется больше потому что здесь не надо никаких там мега юристов надо просто понимать как работает система amazon нам рассказывай про сенсию рассказывай про других людей которые работали на amazon и они знают вот эту вот внутреннюю так скажем пухню и по ней работают но синтем не разбанивал аккаунт принципе на третий месяц когда мне же должны были деньги вернуть потому что никаких особых нарушений великих не было не разбанили аккаунт непонятно то ли синти то ли нет ну синти послала три письма я заплатил 2,5 тысячи долларов гарантии ноль они берут 500 долларов у меня взяли за просмотр моего аккаунта согласились взяли еще 2000 скорее мы у них спросить какая гарантия 97 процентов но через два месяца после там трех-пяти писем причем два письма было нормально потри письма это напоминалки я пытал я уже задумался у них взять деньги с пайпела ну то есть открыть спор потому что ну я не вижу никакой особой работы мы с ними как бы общались и они мне сказали что в принципе наверное уже нет давайте еще денежку заплатим настоящим юристом адвокатом вот а я так подразумевал что они адвокаты должны были быть или в штате они должны были быть адвокаты на самом деле видимо нет то есть они такие же обычные люди которые просто связаны с амазона это мой личный опыт но как ни странно в тот момент когда это все захотел сделать через пару дней мне разбанился аккаунт но мы вывезли весь товар вполне возможно срослось все мы вывезли товар и нам разбанили аккаунт было там 28 или 38 тысяч искаю нам просто за одну переупаковку я заплатил 5000 долларов то есть я на синтю и на переупаковку семь с половиной тысяч долларов потратил деньги я вернул где-то на сто пятнадцатый день то есть она мне никак не ускорил то есть я две с половиной тысячи долларов просто выкинул то есть я и товару и но единственное остался аккаунт который мне в принципе ну ну аккаунт сколько стоит там сейчас такие прокаченные там я не знаю но максимум 1000 долларов это меньше вот принципе мой опыт работы конкретно по своим товарам вот из-за этого не надо думать что там сипяди во лбу и мне вот ко мне некоторые обращаются дай контакты синтей дай контакты этих тех там незнакомый розенберга советовал там я не знаю у меня была проблема мы реальным писали 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 и они так даже с нами на связь не вышли короче то есть все через помощников помощники работают строго 500 долларов на счет потом мы начинаем разговор ну принципе я закончил по деньгам я думаю сам озвучу стоимость это самое мы разбан осины разбан аккаунта у ребят стоит 1800 долларов еще раз говорю после выполнения работы вот и все если есть какие то вопросы задавайте голосом или пишите сюда в чат так ребят нужны ваши контакты контакта мы оставим позже я там все сделаю у меня amazon запросил валид инвойс на пл товар пл от реального поставщика из от реального поставщика амазон не наверное китайского какого-нибудь не принял инвойс от германа принял если у человека риск на будущее мне кажется германа его риск на амазоне навсегда есть из-за этого сложно даже сказать но я не всегда проверяю так что могут две недели не трогайте месяц не трогать я тоже считаю amazon непредсказуемый то есть слава бога прошел этот инвойс но и от германа инвойсов много использовали раньше то есть но работала сейчас герман уже сто лет и их не делает Ну, по крайней мере, насколько я знаю Так Ребята спрашивают За мертвый аккаунт возьметесь? Дрог, бан, март 2017 Я так понимаю, дело в мертвости Это в зависимости, за что бан, правильно? Да Вот Так что, если это самое В чат можете Скинуть свои контакты Мы как сделаем там Или потом я просто дам контакт, да и все Да, Денис, давай все через тебя То есть тебе пишут, ты к нам отправляешь Да, давайте тогда так Отправляйте мне тогда просто А мы уже Мы уже там разберемся То есть как бы уже будем спрашивать по факту Да Через тебя, то есть доверенное лицо То есть как бы Да, хорошо Да, давайте так, через меня, не принципиально Так что В принципе, это, я бы сказал Все, что в данный момент Хотел сказать Поэтому просто Просто лучше Как бы Последнее, что я хотел сказать Это Не делайте того, что может За что придется расплачиваться Если вы Вот делаете, например Манипуляция отзыва Или манипуляция инвойсов Будьте готовы к тому, что вам придет банк То есть Надо просто к этому готовиться И делайте шаг наперед Как и будет Вот и все Так В принципе, оно вообще Если есть вопросы, да Давайте еще Задавать вопросы можно голосом Да, то есть Пара минут есть Какие Будут вопросы уже конкретно по работе Пишите мне в личку Я дам Ребят Скай просто Отправлю Я не знаю В тему или нет Немного вопрос Вот по ходу разбана Амазон замораживал товар Потом произошел разбан листинга Товар разморозили только чуть-чуть Потом После пары кейсов Разморозили Третий А остальная часть Так и осталась заморожена Есть ли какие-то моменты Что и куда им лучше писать В каком смысле чуть-чуть То есть Это все об одном листинге То есть Разморозили Не полностью инвентарий Или что Да Да Все один листинг После разбана Разморозили там Какое-то небольшое количество Единиц Потом После пары кейсов Разморозили Примерно треть Это там Где-то 80 единиц А еще там Где-то 260 Так и остались Заморожены Уже на пару месяцев Кстати Ну я так Через тебя Вроде разбанивался Мы тогда разбанились Хорошо было Через кого? Ну я так понимаю Что я с тобой Тогда разбанивался Может быть Да-да-да-да Это я был Да-да-да Все Примерно прошло Но единственное Что Эту историю У меня С товаром Замороженным Дорешать не могу Окей Я могу Позвонить И уточнить У них Что Почему Они разморозили То есть Есть конечно Выход И то есть Можно будет Спросить Почему Почему Заморозили Хорошо Спасибо большое Ну ты знаешь Контакты Так что Пиши Да-да-да Спасибо Так Вопросы Да Я дам аккаунт Я просто Это самое После ролика Скину Куда это самое Обращаться Да и все Напрямую Вопросы Ну в принципе Вопросов нет Потому что Тема понятна Я думаю Там вопросы уже будут Я думаю Когда у людей Сталкиваются С проблемами Да-да Главное Знать Куда Обратиться Я об этом И говорю Потому что Эта тема Такая Когда у тебя Все хорошо Тебе Естественно Это не актуально Когда проблемы Ты соответственно Начинаешь Этим заниматься Ну вот и все В принципе Я кстати Так как реклама Я тогда Единственное О чем пожалел Что сразу К тебе не обратился Потому что Я как раз Из тех случаев Которые обращался После другого Известного деятеля Ну да Мы об этом Собственно Говорили Можешь Да Сказать Чем На ваш взгляд Отличия Например Как ребята Другие делают Не важно Кто И как вы Делаете В чем отличие Конкурентные Преимущества Там или еще То есть Есть такое Что-то Ну мы Как бы По отличиям Не берем Во-первых Много людей И за каждый Случай Не хватаемся То есть Мы У нас Скажем так Более индивидуально Мы берем То что Мы не можем Сделать Работать Ну Одно дело Нарисовать Инвойс Понятно И масштабировать И продавать А другое Дело Давать Стопроцентные Гарантии И зарабатывать Только С выработки Тогда Получается Неэффективная Трата Время Абсолютно Согласен Вот и все Были такие случаи Что обращались Ко мне люди И спрашивали То есть Помоги Помоги Ну я смотрел На это все И я понимал Что это займет Очень много Времени И когда ты понимаешь Что ты получаешь Собственно Оплату После того Как ты Сделаешь Работу И я понимал Что это займет У меня Очень много Времени И я Отказан Я говорил То что Я не буду Браться Потому что У меня есть Другий кейс Время Снимация В этом В твоем случае Это мне Займет Очень много Времени Поищи Того Кто Может Сделать Тебя Может Быстрее Некоторые Люди Соглашались И давали То есть Депозит И То есть После этого Я тогда Что-то Как бы Устал Делать Но это Был Очень редкий Случай Поэтому Для меня Лучше Браться За тот Кейс Который Я считаю Я смогу Осилить Его Я тогда Беру За этот Кейс И помогаю Людям То есть Я начинаю Если Совсем Непонятная Ситуация Почему Забанили Я начинаю Кейс Со Звонка То есть Я звоню В Amazon Я беру То есть Денис Знает Я беру Персональную Информацию Аккаунт То есть Как бы Я ее Не храню Я ее Никаким образом Не использую И использую Для того Чтобы Прийти Верификацию По звонку Потому что Когда я Звоню В Amazon Мне спрашивают Три вещи Имя Фамилия Имейл И Четыре Последние Цифры То есть Куда Откуда Беру Деньги Еще Могут Спросить Если Там Попадется Какой-то Любопытный Индус Он Меня еще Спросит Когда Истекает Срок Карты И Все Ну Еще Бывают Последние Три Цифры Счетов Это Очень Редко Бывает И То есть Я Представляю С вами Иногда Представляюсь Юлей Денисом Представляюсь Юрой Представляюсь Разными Людьми Представляюсь Чтобы Я Не говорил Что Я Какой-то Адвокат И У меня Полностью Говорили Моя Информация Потому что Они Знают Это Мой Аккаунт И То есть Они Понимают Что Мне Нужно Знать Что С ним Произошло И По Звонку Я Определяю Если Эта Проблема Случилась То Мне Нужно Делать Такие Такие Действия Писать Такое Такое Потому что Иногда Прилетает Бан Он У Юрия Такого Был Бан И Непонятно За Что Ни Сообщения Не Ничего Я Позвонил В Суппорт Они Говорят За То Что Мульти Аккаунт То Что Два Аккаунта На Одного Человека Естественно Мы Все Знаем Что Мы Не Не Права Иметь Два Аккаунта На Одного Человека Без Разрешения Амазона Да Без Разрешения Амазона То Письмо Отправили И Сразу Разбалили Аккаунт Без Всяких Проблем Ну Все Понятно Было Приятно Большое Спасибо Вроде Вопросов Новых Нет Пока По Этим Самым По Контактам Скину Под Этим Как Это Звать Ну Сообщение В В Мероприятие Всем Спасибо Кто Слушал Было Приятно Рассказать Так что Если Будет Вопрос Обращайтесь Денису А Денис Подскажите С нами Так что Так В Ютубе Тоже Оставлю Контакт Внизу Под Описание Видео Всем Удачи Всем Пока Всем Слева Слева